В приуральном сельском округе Бурлинского района проживает 1381 человек. В селе занимаются растениеводством и животноводством. Хорошо развито предпринимательство. Сейчас здесь активно ремонтируют дороги. Местные жители уверяют, что в приуральном созданы все условия для жизни. Открытие фельдшерско-акушерского пункта имело большое значение для жителей села. Для этого возникали различные трудности в оказании медицинских услуг населению, ведь медпункт располагался в частном доме. В новом здании есть вода, тепло и электричество. Для приема пациентов работает несколько кабинетов. У нас есть новый аппарат электрокардиограммы, электрокардиограф. Доврачебный кабинет у нас полностью оборудован. Мы проводим скрининг в доврачебном кабинете. То есть у нас есть аппарат по измерению внутриглазного давления, у нас есть аппарат по измерению сахара, у нас есть аппарат по измерению холестерина. Также у нас оборудован кабинет новыми весами. Также мы берем все лабораторные анализы у своих жителей один раз в неделю по графику. Ольга Сдобняк – мать пятерых детей. В двух теплицах она выращивает овощи, в том числе несколько видов томатов. Глава семейства и дети – активные помощники в этом деле. До конца сезона планирует собрать 5 тонн с 1200 высаженных растений. Спрос среди местного населения на продукцию есть. Излишки отвезем на ярмарку в районный центр, говорит Ольга. Голландский сорт томатов не только вкусный, но и устойчивый к хранению и транспортировке. По словам бизнес-вумен, именно проект «Бастау Бизнес» дал толчок к началу своего дела. Небольшая пекарня, которую она открыла первой, работает до сих пор. В 2020 году мы получили грант в размере 255 тысяч, на который приверили духовой шкаф, жарочный и миксер планетарный. И делаем на заказ пироги, пекем, также торты, мелкую выпечку для наших сельчан. Бизнес «Бастау» для нас стал уроком, как правильно разрабатывать бизнес-план, как защитить его, как разработать, рассчитать все деньги правильно. И получилась очень хорошая поддержка от государства. Наряду с социальными объектами в поселке работают 10 фермерских хозяйств. Помощь малообеспеченным семьям, трудоустройство на общественные рабочие места, а также в центре внимания местных исполнительных органов. Реализуются запланированные меры по повышению благосостояния жителей. Одна из них – реконструкция сельских дорог. В 2021 году в районном сельском округе Бурлинского района были начаты работы по капитальному ремонту дорожного покрытия улиц нашего села по программе, республиканской программе АУЛ Ельвесвега. По этой программе были предусмотрены средства из республиканского бюджета. И на эти средства планировалось произвести асфальтирование трех улиц села. Две улицы согласны утвержденным планам работы. В прошлом году были завершены работы и сданы в эксплуатацию. Мы надеемся, что в этом году, согласно плану, будут закончены работы и на этой улице, которая является самой длинной улицей нашего села, улица Уральская, длиной 2 километра 700 метров. Сплоченности организованной жителей отражаются на приуральном в целом. Уровень жизни здесь повышается, а значит перспективы у села весьма неплохие. Екатерина Шмидт, Алгат Муратбаев, Аида Сагидула, телеканал Акжаик.